Миша, а ты как думаешь, есть динозавры? Да. А ты, Лиза? Да. Ну, сейчас посмотрим. Давайте открываем двери и пойдем. Мы же не встали. Давай, мы поймем. Миша. Ой, суслик, смотрите, какой забавный, да? Почему Саша остался тут? Вопрос. Ну, это не смешно. Смотрите, что ему накидали тарелку. А что это там, апельсины? Слушай, он такой маленький, неужели он столько съест. Это какая-то лапа. Цыплята? Посмотри, что там. Ого, так они, оказывается, хищные. Они маленькие, но они хищники. Кошмар, смотри, лапа торчит. Ну, они любят такое, видишь, хищные. Они маленькие. А там, смотри, там лампочка какая-то светит. Там вот уютное местечко, где они могут погреться. Там, возможно, его норка, может, там даже детеныши. Да. Там, кстати, сидит, там сидит какая-то то ли самочка, то ли кто. Отсюда плохо видно, но там кто-то, кто-то мелькает. Ну, это правда очень миленький. Но ему досталось не самое уютное местечко. Ему, видно, там самочка сказала, иди на добычу. Вот он там добывает лапки куриные. А она там села, греется, потомство выводит. А вот еще один, смотрите, еще один вылез. Привет. Привет, малыш. Какой симпатичный. Да, они симпатичные до ужаса. Так и не скажешь, они едят цыплят. Да, да, это все-таки хищники, они такие красивые, маленькие. Они встали! Он встал! Суслики стоят. У них там маленькая башня. Суслик. Папа! Да? Да, поднимай, там сурки. И она выходит там на улицу, смотри, пап. А вот, на пицце, они кусаются, они здесь гуляют еще, видите? Да, да, потому что кто-то пальчик может подсунуть, а они-то да, а они могут испугаться и укусить. Да, конечно, огромная площадь, где они гуляют. Да, днем вот они сюда выходят, но уже вечер, и их закрыли. Чтобы они грели уже холодно. Видишь, там норка, они могут сюда выходить. Да, да, они уже южные со здания. Тут вот везде их норки, вот они могут тут, ну, днем бегать, вообще было бы прелесть днем сюда попасть. Скоро! Мы так и сделаем как-нибудь. Ну, а потом у нас пути. Кладезь. Хорошая у них территория. Вот они могут перелазить со одной на другую. Что, идем еще раз на разведку? Что дальше есть? Папа, ты можешь себе представить человек, который боится этих животных? Там было написано, где тирзан, тлип, тинтирм лип, а вот и дитр. Ой, смотрите, там да, пойдемте, пойдем. Надо, может, даже другого сорта какие-то. Потому что они тоже бывают разные. Их много разных разновидностей. Вот сейчас подойдем и глянем. Они-то другие. Я же говорю, их разные бывают разные. Эти побольше, по-моему, да? Они побольше, они толстенье. О, эти толстячки такие. Эти что-то среднее между сусликом и енотом. Секунду, провода под напряжением написано. Так что осторожно, не трогайте провода. Чтобы они не убежали. Здесь такие под напряжением провода. Это током? Да-да, там ток ударит током, если дотронечусь. Поэтому не трогайте провода. Детки, как думаете, что они не мерзнут? Мама, там нежные. Мама, смотри, сколько. А лапы? Мама, они могут не воспринять то, что здесь дают. Могут всякую сладость подсунуть. А они все же должны есть то, что в природе едят. Где они все спрятались? А вот он здесь, смотри, возле нас. Возле нас крутится. Привет, малыш. А это же на ежика немножко похоже. Да, среднее между енотом, ежиком и сусликом. Это ежик. А главное у них никого нет. Надо почитать, кстати, в зоодомике кто это. Там может быть есть надпись, как зовут этих зверьков. У них тоже довольно уютно все здесь обставлено. Это цебра мангусты. А, это цебра мангусты, это зебровые мангусты. Представляешь, они ничего вообще с сусликом вообще не имеют. Это мангусты, они змей едят. А вот это их домик мангуста. Из Африки, детки. Да, и поэтому здесь они под лампой. Ну да, вот здесь смотри какая лампа. Она создает освещение заходящего солнца. И тепло создает. Скажите, эта лампа еще и греет. Они туда вошли. Они туда вошли. Мех, кто у них есть. Кстати, в пустыне тоже ночью довольно холодно бывает. Почти так же холодно, как и здесь, в октябре. Все, побежали, котята. Ну все, идем дальше смотреть, что здесь. Какой часа. Рыси, тут рыси, смотрите. Вот рыси, да? Настоящие рыси. Какие большие, я думал, они меньше. Большие довольно. Европейская рысь здесь. Но их сейчас закрыли в клетку уже вечер. Они, наверное, очень опасные, чтобы не убежали, не знаю. Мужчины и рыси достигают 30 килограмм, а женские 21. Это евразийская рысь. Лукс это рысь. Вразийская. Ну, сейчас мы их особо не можем там рассмотреть, поэтому пойдемте дальше. Пойдем, зайчонок. Убить человека. Зовут здесь рысь Линус и Луна. Какая Луна. Луна. Луна.